Книга «Открытым оком», том 2-й, вопрос 840-й. Тема «Грех». Скажите, как вы относитесь к духовному конформизму? В католичестве и к духовному конформизму вообще. Нужен ли он? Если да, то в какой степени? И как вы это определяете для себя? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конформизм, приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, господствующих мнений и т.п. Отсутствие собственной позиции, некритическое следование общим мнениям, тенденциям, авторитетам. Современный словарь иностранных слов. Это ко мне относится меньше всего, за что меня толкут и бьют, и считают упрямым и непокоривым. Считаю, что я 40 лет назад, уверовав во Христа по Евангелию, ни разу нигде не впал в конформизм. Если же я не вмешиваюсь в алтарные дела, то это единственно потому, что я очень люблю дисциплину и соблюдаю табель орангов. Но если я замечу, что что-то делается вопреки Библии, то легко убедиться, что рука моя всегда лежит на рукояти меча. То есть Библия у меня открыта. Не скажу, что после моих бесед люди спокойно отдыхают в отпуске. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее, или пусто, или темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы едва исколыбели ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. Мы к добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. И ненавидим мы и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злоби, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Толпою грюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Михаил Юрьевич Лермонтов, 1838 год